Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Венера и я преподаватель по скорочтению. И сегодня мы с вами освоим очень интересный метод, который очень часто запоминают и используют многие люди, владеющие методом скорочтения. Что же они делают? Очень часто мы встречаем в тексте иностранные слова или термины, которые нам сложно понять и запомнить с первого раза. И это очень сильно тормозит скорость нашего чтения, ведь мы каждый раз возвращаемся, задерживаем свое внимание на тех словах, которые нам не знакомы. Но все это происходит только по той причине, что очень многие термины и слова обладают абстрактным значением, а не конкретными свойствами. Например, если вам сказать слово Apple, не каждый из вас вспомнит, что это яблоко. Но если сказать яблоко, вам сразу придет в голову вкус, кислинка, запах, ощущение, которое приходит в голову, когда вы чувствуете, вкушаете, нюхаете яблоко. Точно таким же образом можно связать ассоциации с конкретными образами и перевод слова. Такой метод для запоминания иностранных слов придумал известный лингвист, его фамилия Аткинсон. Итак, сегодня мы с вами освоим метод Аркинсон. Аркинсон предлагает нам с вами связать ассоциацию, которая приходит при звучании иностранного слова, с переводом этого слова. Давайте сегодня немножечко поучим итальянский язык и попробуем выучить, что по-итальянски парень – это рогаццо. Рогаццо. Конечно же, никакому русскому человеку не приходит в голову при слове «рогаццо» слово «парень». И что же мы будем с этим делать? Мы возьмем и свяжем со словом «рогаццо» ту ассоциацию, которая первая приходит нам в голову. Какая же это ассоциация? Ну, конечно же, русское слово «ругаццо». И теперь по методу Аткинсона мы должны связать ассоциацию с этим словом, с его переводом. Что же мы делаем? Мы не связываем «рогаццо» и «парень», мы связываем «ругаццо» и «парень». Представляем себе парня, который жутко ругается, ну прямо очень сильно. Мы чувствуем и ощущаем, как наши нервы становятся на пределе, как мы слышим его крик, как его слюни выпрыгивают у него изо рта. Ну, в общем, мерзко, правда? В общем, эти ощущения врезаются нам в голову, и теперь итальянский парень, который очень сильно ругается, ну уж точно он – рогаццо. Но при этом метод Аткинсона иногда можно еще и использовать в два раза быстрее и в два раза больше слов выучивать. Как ни странно, по-итальянски «девушка» практически так же звучит, как и «парень». Ну, просто последнюю букву мы заменяем на букву А. Получается «рогаццо». Наверное, каждый из вас слышал итальянские фильмы или итальянские песни, в которых очень часто говорили «бонджорно, белла рогаццо». И в таком случае это означало «добрый день, прекрасная девушка». Так вот, как же мы свяжем то, что «рогаццо» – это девушка? А мы заставим ругаться парня и девушку. И теперь у обоих изо рта куча ругательных слов. У нас еще более мерзкие ощущения. И метод Аткинсона заставляет нас запомнить сразу два иностранных слова – «рогаццо» и «рогаццо». Итак, мы сегодня с вами освоили метод Аткинсона, который помогает нам запомнить иностранные слова с помощью ассоциаций со звучанием этих слов. И я надеюсь, что это поможет вам запоминать не только иностранные слова и учить английский или другой язык, но еще и запоминать иностранные термины, которые используются в незнакомых для вас текстах. А уже пользоваться методом скорочтения мы сможем с вами на наших занятиях. Хорошего дня!